Регион широких возможностей для бизнеса. Самарская область – лидер России по уровню государственно-частного партнерства. Работа кипит, пока асфальт не остынет. Ночью в Самаре отремонтировали улицу Солнечную. От итальянского солнца до снежной Самары. Выставка работ Дмитрия Мантрова открыла двери для посетителей. В рейтинге по уровню государственно-частного партнерства Самарская область заняла первое место. Еще пять лет назад регион занимала лишь 25-е, за счет чего удалось сделать такой качественный рывок и какие проекты государственно-частного партнерства есть в области сейчас, выяснила Лариса Шалафаст. За год на четыре строчки вверх Самарская область заняла лидирующие позиции в российском рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства. Сегодня вместе с бизнесменами власти реализуют больше 50 проектов. Основная часть – в сферах здравоохранения, ЖКХ и строительства. Объем частных инвестиций исчисляется миллиардами рублей. В регионе сформирована нормативная база. Разработаны и утверждены порядки, регламентирующие межведомственное взаимодействие органов государственной власти при подготовке и реализации проектов ГЧП. У нас сформировано 19 межведомственных рабочих групп по различным направлениям, в рамках которых мы, собственно, проводим всю работу. Рассматриваем проекты, определяем возможности их реализации именно в формате государственно-частного партнерства. Мы имеем на сегодняшний момент, я считаю, лучшую информационную систему, информационный портал государственно-частного партнерства, в рамках которого содержится вся информация по нашим проектам. Один из ярких примеров такого сотрудничества – реабилитационный центр на шестой просеке. Больше 10 лет помещения были заброшены. Инвестор вложил в восстановление и оснащение порядка 200 миллионов рублей. Теперь современный комплекс открыт. Мы можем осуществлять самую разную реабилитацию и после сельских болезней, и по восстановлению здоровья, причем с очень серьезным упором именно на лечебную реабилитацию. Также в этом году открылся многофункциональный госпиталь «Мать и дитя», который признан лучшим проектом государственно-частного партнерства страны. Диагностический центр на площадке 10-й городской больницы и ПЭД-центр. Несколько объектов готовятся к открытию в этом году. Среди перспективных проектов в области строительства магистрали «Центральная», строительство моста через Волгу и создание крупного офтальмологического центра. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Возможно ли получать деньги просто за то, что живешь в этой стране? Об этом говорили на семинаре, посвященном цифровой экономике. Сейчас активно развивается роботизация производства, высвобождаются рабочие руки. Нынешним студентам технических вузов скоро придется конкурировать за рабочие места с машинами. А может, не стоит конкурировать, нужно просто получать деньги, а работу пусть выполняет техника. Вы, наверное, знаете, что уже в некоторых странах проводили эксперимент. Правда, пока референдум не поддержал внедрить, ввести безусловный базовый доход. То есть человек получает деньги просто за то, что он родился в этой стране. Потому что эти разговоры все чаще поднимаются, потому что людям делать становится нечего. Ездить по городу станет приятнее. В Самаре продолжаются работы по ремонту магистрали на улице Солнечная. Все это в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». За процессом наблюдал наш корреспондент. Пока жизнь на Самарских улицах постепенно затихает, на солнечный в 10 вечера рабочий день в разгаре. Ремонтируют участок от Нового вокзальной до 22-го портсъезда. За одну ночь бригада укладывает порядка 2000 квадратных метров. А привести в порядок нужно площадь в 10 раз больше. Сначала идет фрезерование покрытия толщиной от 5 до 6 сантиметров. Далее идет восстановительная работа по ливневым люкам и колодцам. Следом идет подготовительная работа, очистка полотна, продувание воздуходувками, пролитие эмульсионной смесью и, соответственно, далее укладка. На сегодняшний день выполнено фрезерование 6000 квадратных метров покрытия. В бригаде 12 человек. Перед укладкой у асфальта измеряют температуру. Она должна быть не выше 160 градусов и не ниже 145. Особое внимание к качеству работы. При выполнении работы и дальнейшей приеме с общественностью будет проведен контроль всех колодцев на сопряжение с одним уровнем покрытия. Для того, чтобы выявить те колодцы, которые будут не в одном уровне, подрядчик будет переделывать за свой счет. Я не думаю, что в нашей области получится какие-то отступления от гарантий от того, что дороги будут сданы не в срок. То есть мы добьемся того, чтобы людям жилось комфортно на территории Самарской области. На ремонт «Солнечный» потратят 14 миллионов рублей. По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Самарские автолюбители изменениям рады. Ну хорошо, приятно ездить будет. Лучше. Котчик не будет. Колеса целые останутся. Улица «Солнечная» дублер новосадовой. А потому важная магистраль для Самары. Сейчас выполнено чуть больше трети работ. Завершить ремонт планируют до конца мая. Мэри Елчан, Дмитрий Мешканцов. События. С прицелом на будущее. Самарские дворы, отремонтированные по федеральной программе «Комфортная городская среда», проверяют на недоработки подрядчиков. Исправлять их по гарантии рабочие будут в течение месяца. Что доделают во дворе на улице Осипенко, расскажет наш корреспондент. Двор дома номер 2А по улице Осипенко теперь у жителей любимое место для прогулок. Осенью его отремонтировали в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Двор преобразился так, что и соседи приходят в гости. Во-первых, поставлены кругом новые бордюры, асфальт. Кругом все, у нас здесь все было поколочено. Сделали нам мусорную контейнерную площадочку, вон покрасили. Сделали нам вон центральную лестницу, дополнительную вон там лестницу сделали. Но без замечаний к подрядчику не обошлось. После зимы в некоторых местах просело антитравматическое покрытие на детской площадке. А также рабочие забыли вывести строительный мусор. О недочетах жители рассказали на специальной встрече с администрацией Октябрьского района. В ходе встречи вскрываются те недостатки, которые были, скажем так, некачественно выполнены. Или какие-то определенного рода замечания, которые выявляются после прохождения зимнего периода. После выявления недочетов администрация района, жители и подрядчики вместе определяют сроки исправления всех замечаний. До 20-го числа все работы в рамках гарантийных обязательств будут выполнены. Администрация Октябрьского района уже проверила все дворы, отремонтированные по федеральной программе в 2017 году. Не только, чтобы исправить замечания, но и чтобы новые 13 дворов, которые приведут в порядок этим летом, были сделаны сразу, без ошибок и недочетов. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Далее, коротко о других событиях дня. Дмитрий Азаров подписал закон об отныне доплаты к пенсиям чиновников, работавших в Самарской области, но после отставки уехавших в другие регионы. С 1 июня эти доплаты будут получать только те госслужащие, чей стаж в Самарской области составляет не менее 10 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства. Минэкономразвитие нашло инвесторов, готовых вложиться в модернизацию трамвайной линии в Самаре. Ее планируют сделать скоростной. Изначально предполагалось привлечь инвестора к строительству трамвайной линии до Самары-Арены, но было принято решение построить линию за счет бюджета. Сейчас Минэкономразвитие прорабатывает с городскими властями и Минтрансом вопрос о модернизации существующей линии, выборе участка, где можно пустить скоростной трамвай. При этом потенциальных инвесторов не пугает объем инвестиций. Он составит более 14 миллиардов рублей. Прибыль бизнесмена смогут получить за счет оплаты проезда. Предполагается, что она останется на уровне городского тарифа или будет немного выше с учетом скоростного сообщения. В Самаре с фасадов торговых центров убирают рекламу. Баннеры уже исчезли с торговых центров «Вавилон», «Айсберг», «Старт», «Мост», «Аквариум», «Караван», «Триумф». Частично демонтировано несколько рекламных конструкций торгово-офисного центра «Кубатура». Напомню, в преддверии чемпионата мира в Самаре начали убирать с гостевых маршрутов самовольно установленные рекламные конструкции, торговые объекты и незаконные постройки. Собственникам предлагают самостоятельно убирать их. В противном случае юрлицам угрозят штрафы до миллиона рублей. На площади Славы установили талисман чемпионата мира по футболу «Волчонка-забиваку». Об этом на своей странице в соцсети сообщают организаторы чемпионата. Напомним, всего в городе установят семь фигур «Волка-забиваки». Они уже стоят около ТЦ «Паркхаус», железнодорожного вокзала, двух самарских отелей. Планируется, что еще по фигуре поставят рядом с площадью Куйбышева, где организуют фан-зону, а также около стадиона «Самара-арена». 13 мая в Самаре пройдет детский крестный ход. Мероприятие будет приурочено к памяти великомученика и поведоносца Георгия и празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступает детский и пархиальный образовательный центр. Сбор будет проходить у храма Святой Блаженной Матроны Московской на улице Победы 93А. В 10.30 участники крестного хода двинутся к храму в честь великомученика и поведоносца Георгия на площади Славы. По пути запланированы остановки в храме Успения Пресвятой Богородицы и Святых Жон Мироносец. Принять участие в крестном ходе могут дети любого возраста, способные самостоятельно, без сопровождения родителей, принимать участие в мероприятии. От самарских пейзажей до улочек Италии. В Доме актера открылась выставка работ Дмитрия Мантрова. Вдохновиться работами художника удалось Мэри Елчан. Это, собственно, последняя моя работа. В конце марта приехал из Италии. Там уже лимоны, апельсины на улицах растут, все цветет. Работы Дмитрия Мантрова написаны в разных уголках мира. Последняя его картина олицетворяет всю любовь к настоящей русской зиме. После солнечной Италии художнику захотелось запечатлеть снежную Самару. Главные вдохновители живописца – города, страны и, конечно, люди, которые скрасят любое место, говорит Дмитрий. Основная масса работы написана с натуры. И что-то, конечно, напишется по впечатлению. Вдохновляет окружающий мир, окружающие люди, окружающий мир. Красота, которая каждую секунду изменяется. Изменяется цвет, цвет, изменяется настроение людей. Работа художника находится в музейных собраниях, частных коллекциях в России и за рубежом. На выставке было представлено 17 картин Дмитрия Мантрова, 11 из которых самарцы увидели впервые. Всего в коллекции живописца свыше 200 полотен. Поддержать мастера кисти пришли друзья и коллеги по цеху. О нем можно говорить о разном и обо всем. Да, братья художники с ним говорят о творчестве. Он хороший, надежный друг. Да, многие знают его как путешественник. Он сплавляется на Жигулевской кругосветке. Везде и всюду он подставит свое плечо. Но мне он интересен как искусствоведу, как открытию еще, как собеседник. Все работы разные, интересные, необычные, смачные, такие сочные. Цветовая гамма везде разная. Выставка в Доме актера продлится до конца июня. Мэри Елчан, Дмитрий Мешканцов, События. В Самаре наградили лауреатов Трынинских чтений. Уникальный чтецкий конкурс, названный в честь ветерана Великой Отечественной Николая Трынина и его супруги Александры, прошел уже в третий раз. Их военная переписка, более ста писем, послужила основой для создания уже нескольких спектаклей. Удивительную историю фронтовой любви узнал Артем Устинов. Они знали друг друга с детства, но полюбили, когда их разлучила война. Он подбивал вражеские танки на Северном Кавказе. Она была зенитчицей и защищала Баку. Любовь длиной в 70 лет началась с фронтовых писем, сложных треугольниками. Их будущие супруги посылали друг другу между сражениями. Поженились в 46-м и были вместе всю жизнь. А три года назад Александра и Николай Трынины неожиданно вышли на сцену. Правда, не сами, а в воплощении ребят из театрального коллектива «Вир». Они до такой степени удивительные люди, энергичные. Речь хорошо поставлена, память прекрасная. И сами они зажигательные такие. А уж когда мы узнали, что Николай Иванович во время войны и после сам писал стихи. И вот в этих фронтовых письмах эти стихи остались. И мы их использовали в своих спектаклях, когда ставили. 18-летняя дружба, которая плавно вылилась в эти чтения. Военная переписка стала материалом для спектакля. Видеть себя в исполнении молодых ребят – невероятное ощущение, признается Николай Иванович. Сегодня он почетный член жюри чтецкого конкурса имени себя и своей супруги. Теперь чтение проходит в память о ней. Два года назад Александра Ивановна не стала. Поделиться знаниями и самыми личными переживаниями с подрастающим поколением Николай Иванович считает очень важным делом. То, что мы ребятам рассказывали, это давало возможность им познакомиться и сопоставить то, что они имеют в семье у себя. У некоторых дома тоже были близкие родные, которые на фронте были, или трудились здесь. Организовали конкурс Центра детского творчества «Восход» и Самарский департамент образования. Масштаб чтений всегородской и с каждым годом количество участников растет. В этом году их 347 из 96 учебных заведений Самары. Это дети и подростки, в том числе с ограниченными возможностями, а также их родители и даже сами педагоги. В программе стихи, проза и песни, что особенно важно не только о войне, но и о мире. И о том, из чего он состоит. Из мальчиков и девочек, из книжек и затей, А главное, а главное, из родственных и детей. Артем Устинов, Константин Головин. События. Самара присоединилась к всероссийской акции «Вальс Победы». На площади Куйбышева в танце закружились больше 50 пар. На праздники побывала наша съемочная группа. Севастополь, Севастополь, голодные бедки. Под песни военных лет самарцы закружились в вальсе. Как и 73 года назад, танцевали и радовались победе их прабабушки и прадедушки. Сергей Радаев и Ольга Семцова в акции «Вальс Победы» принимают участие уже во второй раз. Хоть вальс не считается современным направлением танца молодым людям, он очень нравится. Этот танец освоить достаточно легко. Главное начать, как говорится. А дальше уже по инерции поведет, поведет, поведет и уже будет достаточно красивый вальс. Да, девушкам легче, потому что кавалеры ведут. К акции памяти самарцы готовились два месяца. Площадками, где все желающие могли научиться танцевать вальс, стали Мультимедийный парк «Россия. Моя история» и Детский епархиальный образовательный центр. Присоединиться к вальсу Победы можно было и без специальной подготовки. Музыка и танец – это те вещи, которые на глубинном, генетическом уровне объединяют людей. И именно через танец, через музыку мы можем почувствовать свою сопричастность к неким великим событиям в истории страны. Эта акция призвана именно увековечить память той Великой Победы, именно в таком вот душевном порыве, в творческом порыве вальсу. Акция «Вальс Победы» в Самаре проходит уже во второй раз. Организаторы планируют проводить ее ежегодно. Лариса Шалафаст, Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События. А вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши журналисты. Долгая история со счастливым концом. Многодетная семья спустя 15 лет заселилась в новое жилье. Хищный зверь в качестве подарка. Чучело-крокодила пополнило коллекцию Самарского областного детского эколого-биологического центра. Преобразить уникальное место, не потревожив слонов. Самарские архитекторы обсуждают проект комплекса «Дача Головкина». На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Одежда ведущим предоставлена магазином мужских костюмов «Кодмен».